Привет, друзья! Давно я что-то ничего не снимала и как-то уже немножко отвыкла. Помнится, как-то я вам говорила, что пришло три поселочки и я пока не буду их вскрывать, точнее одну я вскрыла, а две нет. И сейчас мы вместе с вами вскроем и посмотрим, что же там пришло. Сначала первую поселку, которую я уже открыла, там вот такое маленькое украшение. Честно говоря, я заказывала ради интереса. Ну, я думаю, что вы его могли видеть, кто смотрит всякие китайские распаковки, то могли его уже видеть у других блогеров. Честно говоря, я ожидала больше, оно пришло, колье бракованное, и я, честно говоря, ну даже, не знаю, споры вряд ли буду открывать как-то ради 20 рублей. В общем, такая позолоченная цепочка и вот такое колье. Цветочками, точнее, не той стороной показываю. Вот такое вот. На больших цветочках в центре приклеены стразики. Стразики приклеены криво. На, по-моему, двух, на двух или на одном цветочке стразик вообще отсутствует. На двух цветочках он уехал куда-то в сторону и приклеен скорее не на цветочек, а на лепесточки. Вот. Но, в принципе, оно, как бы, немножко такое хлюпенькое. Я как-то рассчитывала на большее, и оно, кстати, гнутое. Но, как бы, я его брала ради интереса, может быть, подарю кому-нибудь. Спорить с продавцом точно не буду, потому что это не та сумма, чтобы спорить. Так, давайте вот эту желтенькую. Я подозреваю, что там, но, как бы, не уверена. Но продавец уже давно ждет, когда я, наконец, отчет пришлю ему, чтобы сказать, что да-да, точно, это то, что я, в принципе, и думала. Только они как-то странные, они вообще никак не упакованы. Вот, просто пупырка, и там лежат эти кисти. Вот. Это у нас, кстати, забыла сказать. Это все еще продолжаются покупки, сделанные на 11.11. И колье пришло мне 20 января. Вот. А кисти пришли 23 января. Вот. Это акварельные кисти. Вот так они выглядят. Она здесь, ну, такая, силиконовые ворсинки. Да, наверное, силиконовые. Ну, похоже, по крайней мере, на какие-то силиконовые. Ну, или, в крайнем случае, это синтетика. Ворсинки, это, скорее всего, да, это самая большая кисточка. У них есть чехольчик. Я думаю, что те, кто... Кстати, открывается в обратную сторону. Сейчас покажу всем. Это была большая. Вот эта средняя. Большая где-то около 2 сантиметров. Средняя где-то около полутора сантиметров. И еще маленькая около сантиметра. Значит, кто работает с такими, тот, я думаю, знает. Я брала для создания кукол, чтобы замазывать недостатки после шлифовки, если такие возникают. Значит, открываются они, как у нас обычно, против часовой раскручиваешь, по часовой закручиваешь. Здесь, наоборот, по часовой они открываются. Сюда сливается вода. Здесь специальный пропускной механизм. Значит, ну, как принцип работы. То есть, мы нажимаем на кисточку, она довольно мягкая. Ну, такая, пластик мягкий. Нажимаем на кисточку, она выпускает воду, и мы макаем ее в краску. И вода, как бы, ну, это для тех, кто акварелью пишет, вот, макаем в краску, и вода, как бы, растворяет краску. И тем самым получается более воздушный слой. Что, кстати, гораздо удобнее, вот это вот, такой способ жилописи. Гораздо удобнее, чем обычной кисточкой брать краску, и потом ее разбавлять в мискраску. Потому что, когда вы обычной кистью наносите краску на бумагу, и потом уже начинаете ее как-то лессировать, она уже частично впиталась в бумагу. Поэтому в дальнейшем заставить ее лессироваться довольно сложно, поскольку пигмент уже проник в поры бумажные. А здесь вы уже лессируете краску еще до того, как нанесли на бумагу. То есть, ну, очень удобная штука, но мне совсем для другого нужна была. Кстати, в наших художественных магазинах я смотрела подобный набор. Даже, как сказать, ну, в, по-моему, арт-карандаш. Или черная речка. Не помню, в каком-то из них я смотрела. Одна кисточка стоит порядка 350-400 рублей. Соответственно, набор стоит около полутора тысяч. Ну, там он идет не просто так, а в какой-то красивой коробочке, и все в таком душе. Вот. Но мне красивая коробочка не нужна, и зачем мне, как бы, кисти покупать в нашем магазине, если, сами понимаете, можно взять такие же китайские кисти, только в Китае. И последняя посылка, она пришла тоже 23 января. Тут я вообще не знаю что, хотя тоже есть подозрения. Давайте ее же как-то распакуем. Так. А-а-а. Ой. А я совсем не ждала их уже. Я думала, что они совсем уже ко мне не придут. Так. Это у нас стикеры, которых должно быть порядка 200 штук. Но что-то я здесь 200 штук не насчитываю. Написано, сделано в Корее. В общем, такие стикеры-пальчики. Сейчас покажу их, распакую. Честно говоря, я уже раз в 6, наверное, продлевала гарантию покупателей, или как она там называется. Вот. Такая книженция открывается, и здесь 10 пальчиков. Видно. В общем, они все, в принципе, разные. И каждый пальчик, то есть сверху, видимо, на корейском, обозначается эмоция. То есть каждому пальчику вот эта эмоция на корейском. Ну, по идее, здесь их должно быть 200 штук. Вот. Подозреваю, что их здесь только 100. Хотя, сейчас, секунду. А, нет, здесь их по 20, значит, все-таки 200. Самих пальчиков 20 штук каждого. Ну, в принципе, спасибо. Давно уже жду их. В общем, вот такие небольшие покупки. Ссылки я обязательно оставлю. И стоимость, сколько это стоило мне, и сколько они стоят сейчас, соответственно, вы сами можете посмотреть. Вот. И еще, кстати, для затравки. Будет еще видео с распаковкой наклеек или стикеров, как их называют. И я посмотрела уже очень много всяких видео у блогеров. И, ну, на тему тех же стикеров и каких-то заказов именно с Алиэкспресс наклеек. И, как правило, они у всех повторяются. И у меня родилась мысль нарисовать свои стикеры. Так что в ближайшее время, пока не знаю, когда еще, я узнаю информацию, сколько это вообще будет стоить, чтобы напечатать свои собственные стикеры. В ближайшее время, я думаю, появятся мои личные стикеры. И следите за новостями на моем канале. И обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и комментарии. И вообще, проявляйте активность. Мне это очень нравится, мне это очень приятно. Вот. Увидимся в следующих видео. И до новых встреч. Пока-пока.